Дорога в будущее Реконструкция дороги на аэропорт Курумыч будет завершена раньше назначенного срока. На сегодня объект готов уже более чем наполовину. Отдельные участки будут построены до конца года. По замыслу это будет самая современная трасса на уровне мировых стандартов. Сегодня ход работы ценила и наша съемочная группа. Олег Зверев видел, какой будет главная дорога. Машина со стоянки у терминала будет выезжать на разворотную петлю и далее в сторону города с ветерком. Так сегодня рассказывают о будущей автодороге европейского уровня, которая уже через год свяжет аэропорт Курумыч и поселок Волжский. Визитная карточка будет достойно представлять Самарский регион для гостей со всего мира. 7-километровый участок строится по самым современным стандартам качества. И прилегающую территорию планируют благоустроить. По две полосы движения в каждом направлении с разделительной полосой трассы до М5 будет полностью освещена. Плюс будет дополнительный съезд на М5 в направлении Тольятти. Ранее существовавшая развязка, но она была не совсем удобная. В данном случае будет движение полностью канализировано, то есть направляющие барьерное ограждение держащие будут стоять. Дорога на аэропорт Курумыч на особом контроле у региональных и федеральных властей. 15 июля Самару с рабочим визитом посетил министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором они оценили ход работ на объекте. Министр поблагодарил главу региона за особое внимание к развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается, что здесь будут обустроены пять съездов с главной дороги. Наиболее сложный участок – путепровод над железнодорожным полотном. Здесь уже устроена земляная насыпь, установлены бетонные опоры будущего моста, на который планируется поставить металлические пролетные строения. Общая готовность дороги оценивается на 60%. Многие участки строители завершат уже до конца года. В этом году планируем. Съезд номер один, он один километр длиной от примыкания к М5. Это частичная реконструкция, развязки. Полностью 100% его хотим вместе с благоустройством сделать. Потом разворотную петлю, там где мы уже находились, тоже 100% вместе с благоустройством. И здесь подходы к мосту с каждой стороны по 400 метров мы оставляем на следующий год, для того, чтобы высокая насыпь могла отстояться. Эта дорога строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже этой осенью строители начнут установку пролетных сооружений путепровода. А через год здесь уже будет уложен асфальт. Плановый срок сдачи объекта декабрь 2017 года. Но строители обещают завершить намного раньше. И возможно уже через год машины поедут в аэропорт по новой дороге. Всего же Дорожный фонд области с учетом всех поступлений из федерального бюджета составил небывалую сумму. 23 миллиарда 250 миллионов рублей. Олег Зверев, Константин Головин. События. Нависшая над Самарой мгла для здоровья не опасна. Такое заключение сделали эксперты. Также рассказали о причинах возникновения дымки, которую самарцы наблюдают уже в течение нескольких дней. Подробностями интересовалась Марина Матвейшина. Самару накрыла мгла. В последние несколько дней над городом появилась устойчивая дымка. Она беспокоит горожан и вызывает массу вопросов. Люди строят догадки, что же это такое и насколько опасно. Дымка, да. Напрягает немножко. Напрягает. А что это? Наверное, что-то химическое, наверное, или пожары какие-то. Понятия не имею. Не знаю. Знаю, наверное, климатические какие-то условия такие. Дожди шли, может быть, от этого что-то, испарение какое-то. Сомнению, но не мглу развеяли синоптики. На северо-востоке нашей страны сейчас бушуют лесные пожары. Шлейфы дыма оттуда идут на запад и захватывают Самарскую область. Точки красные, если вам видно, это вот как раз пожары вот в этом месте. Но это 23-й, у нас как раз облачность была. Но вы видите, как вот эти вот пожары, в смысле хвосты, шлейфы дыма распространяются на всю территорию. Эффект помутнения атмосферы еще, в общем-то, усугубляется тем, что у нас влажность воздуха все-таки высокая. 60-70-71%. Стоит у нас антициклон, он очень обширный. И вот такая воздушная масса устойчивая не позволяет влажность воздуху, испарению влаги из поверхности земли распространяться в высокие слои атмосферы. Поэтому здесь концентрируется, в общем-то, водяной парой и происходит вот такое явление, как мы сейчас видим. Для жителей Самары такое явление не опасно, утверждают синоптики. Ежедневный мониторинг атмосферы в области показывает, что концентрации вредных частиц в воздухе не превышена. Нет и фотохимического смога, атмосфера спокойная. Прояснится воздух уже в ближайшее время, когда изменятся потоки воздуха. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Восемь новоиспеченных маленьких самарцев отправились сегодня по домам из родильного отделения 10-й городской больницы, что в Куйбышевском районе. Каждый год число жителей Самары увеличивается на 40 тысяч человек. На выписку к сегодняшним молодым мамам пришли не только мужья и родственники, но и заместитель министра социально-демографической политики и наша съемочная группа. У молодых родителей Дмитрия и Светланы Фадеевых от волнения даже руки трясутся. Долгожданный сын появился в семье спустя 10 лет супружеской жизни. Торжественная выписка и домой. Показывать новому жильцу владение. Планировали. Захотели вот такое маленькое чудо. Да, давно вместе, 10 лет вместе. И это вот, наконец-то. В 10-й городской больнице Куйбышевского района Самары каждый год рождается больше двух тысяч детей. Особенно жаркая пора приходится на лето. Роддом тщательно помыли, сделали косметический ремонт. И женщинам, и их детям здесь комфортно. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Мы укомплектованы согласно всем медицинским приказам Министерства здравоохранения. У нас есть палаты комфортного пребывания от двух до четырех женщин. Мы оснащены всей необходимой мебелью и медицинской аппаратурой. Родильное отделение при 10-й городской больнице обслуживает весь Куйбышевский район, часть железнодорожного и Самарского. Представители Министерства социально-демографической политики регулярно посещают роддом. Проверяют, нет ли недостатка в оснащении медучреждения. Мы должны выстроить работу таким образом, чтобы у нас первое рождение увеличилось. Потому что, к сожалению, возраст первых рождений уходит. А наша задача, чтобы молодые люди, как только вступили в брак, рожали детей до 25 лет. Тогда есть возможность у них в последующем быть родителями многодетной семьи. Все больше семей в Самаре становятся многодетными, приходя в роддома за третьими и даже четвертыми малышами. Задача областных властей – не допустить снижения рождаемости. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Стоп-кирпич, помеха справа. Сотрудники ГИБДД приехали в детский лагерь «Золотая рыбка», чтобы напомнить подросткам о правилах дорожного движения. Все из-за неутешительной статистики. С начала года в Самаре на дорогах погибли двое детей. И зачастую правила нарушают именно пешеходы. После занятия каждый ребенок получил сувениры, новые знания, которые смело можно применять на практике. Затем, как ребята справляются с заданиями в мобильном автогородке, наблюдала Марьяна Мирная. На самокате, как на автомобиле, 15-летний Кирилл Юдинцев мечтает выучиться на права уже в 16, чтобы в 18 было проще получить их. Пока тренируется на малогабаритном транспорте, правда, не очень удобно, признается мальчик. Сложно было то, что самокат был маленький, мне было очень неудобно ездить. Вот это было сложнее всего. И я один знак перепутал там. Я сказал, что там знак был одностороннее движение, а это был другой знак какой-то. Стыдно немножко. С начала года в Самарской области в ДТП погибли пятеро детей. Почти 250 получили травмы разной тяжести. Поэтому сотрудники госавтоинспекции проводят выездные уроки на своем агитационном фургоне. Сегодня посетили детский оздоровительный лагерь «Золотая рыбка». От теории к практике регулировщик направляет участников дорожного движения. Оказывается, многие подростки не знают элементарных правил. Многие дети все-таки, не все знают знак «Стоп», перед которым необходимо остановиться и после этого продолжить движение. Не все знают. Сегодня, так скажем, мы им хотим показать и покажем о том, что когда необходимо предоставлять преимущество все-таки в движении транспортных средствам. Это простой пример помеха справа. Профилактические занятия с детьми продолжаются. Сотрудников ГИБДД можно встретить и во дворах, где они развешивают информационные листовки и проводят беседы с детьми и их родителями. Ведь чтобы снизить количество ДТП с участием детей, контролировать ситуацию должны не только полицейские, но и семьи, в которых эти дети растут. Марьяна Мирна и Артем Сулайманов. События. Старый Загор возрождается. Реконструкция бульвара идет полным ходом. Помехой в наведение порядка стали незаконно установленные киоски. Павильоны появились здесь в 90-е, и все это время торговые ряды только множились. В последнее время ситуация стала меняться. Киоски начали демонтировать. Репортаж Марина Матвейшиной. Побежден, но не сломлен. Но и это вопрос решенный. Последний из 11 незаконных киосков на улице Старый Загор ждет та же участь, что и его собратьев. Его демонтируют, несмотря на отчаянное сопротивление владельцев. Павильон уже отключен от электричества, а значит торговать курами в нем невозможно. До конца недели хозяину придется вывести свой киоск. Либо это сделают силами администрации. Такие объекты не только ведут торговлю без разрешительной документации, но и занимают городскую территорию незаконно, а также мешают реконструкции бульвара Старый Загор. Даже те, кто здесь стоял с договорами, с пониманием отнеслись к ситуации, к тому, что будет бульвар, больше здесь не будет торговых точек и уехали сами. Но вот, к сожалению, еще остаются такие люди. Торговые ряды Шибко также пока остаются на месте. Эта территория находится в частной собственности, и владелец не желает убирать помещение. Специалисты департамента потреб рынка ведут переговоры с собственником, чтобы вернуть эту землю в муниципалитет. Мнения жителей насчет рынка здесь разделились. Но большинство за то, чтобы грязь и антисанитария остались в прошлом. Жителям, конечно, хочется. Вышел сразу из подъезда, что-то купил, что говорить. Потому что сейчас настолько избаловали людей, в каждом внутриквартал, почти около каждого дома, какой-то есть киосочек, где продают, начиная от хлеба, заканчивая всем, что и нельзя продавать. Правильно? Конечно, хотелось бы все это, но должны соблюдаться правила и законы, и нормы, и красота должна. Реконструкция бульвара идет полным ходом. Завезли новый грунт, укладывают плитку, восстанавливают фонтаны. Местные жители каждый день наблюдают за ходом работ и уже предвкушают, как будут совершать здесь ежевечерний променад. К временным неудобствам относятся понимающие. Потерпим, потерпим, если нам обещали до 31 августа все сделать, но даже если до 31 сентября, до 30 сентября, мы согласны. Во всей красе открыть бульвар планируется ко дню города. К этому времени он превратится в гордость микрорайона, как и много лет назад. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. В Самаре украшают остановки. К чемпионату мира преобразят более 20 павильонов. Правда, сначала с них нужно убрать незаконную рекламу. Для расслейки частных объявлений в городе есть около 500 информационных стендов, но люди продолжают действовать по старинке. Во что выливается такое небрежное отношение, узнала Олеся Корецкая. Старозагора Ташкентская. Оживленный перекресток. Сдвоенная остановка общественного транспорта буквально заклеена листовками. Люди клеят их где попало, хотя все эти бумажки вне закона. Незаконные объявления не только портят внешний вид городских улиц, они наносят материальный ущерб. Остановки приходится чаще чистить и красить, а покраска одного павильона стоит 5000 рублей минимум. Эту остановку отремонтировали и покрасили всего месяц назад, и снова она покрыта слоем листовок. Чтобы убрать объявления и остатки клея, бригаде нужно не меньше часа. Шпателем надо работать ювелирно, чтобы не задеть краску и не повредить поверхность. В Самаре около 900 павильонов. Каждый из них чистят не реже, чем раз в две недели. При необходимости чаще, по мере появления объявлений. И это несмотря на то, что в Самаре установлено почти 500 специальных стендов. Нарушителей запретов поймать за руку сложно, но если это удастся, для них предусмотрена административная ответственность. За несанкционированное размещение рекламы действуют штрафы для физических лиц до 2000 рублей, для юридических лиц до 300 тысяч рублей. С самоволом в Самаре борются и творческими методами. В преддверии Чемпионата мира по футболу более чем на 20 остановках общественного транспорта появилось новое оформление. Плакаты со спортивной символикой. Они не только украшают внешний вид павильонов, с баннерной ткани легко удаляются наклеенные объявления. Это помогает надолго сохранить эстетичный вид. В ближайшее время такие плакаты появятся еще на 15 павильонах. Новые макеты в разработке. А пока вот такие призывы не засорять пространство и проявлять сознательность. Было вопиющий случай. На пересечении Волжского шоссе и демократической листовки исчезли вместе с плакатом. Две недели назад было так, а сейчас вот так. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Привет, сосед. Во всех районах Самары проходят встречи жителей с депутатами Городской думы. У людей есть возможность поговорить с представителями власти о волнующих их проблемах. На одной из таких встреч в Ленинском районе побывала Лариса Шалафаст. Пока дети играют в подвижные игры и отгадывают загадки, взрослые решают наболевшие проблемы. На встречу с жителями пришел депутат Городской думы. Задать интересующий вопрос или предложить свою идею по благоустройству двора может каждый. Они сами к нам пришли, а это хорошо. Мы можем спросить их обо всем, рассказать о наболевшем, сказать, что нас интересует, что нам нужно здесь. Ну, в конце концов, и похвалиться, а что мы сделали. А сделали мы неплохо. Правда же, дворы у нас хорошие сейчас и очень хорошо. Как наладить конструктивный диалог с управляющей компанией и что нужно сделать, чтобы организовать парковку? С такими вопросами люди обратились к депутату. Решать поставленные задачи будут совместно. Я очень отраду, что люди включаются в эту историю. В большинстве своем люди не остаются равнодушными. То есть вот эта тема, когда к нам должен кто-то прийти и что-то сделать, она немножко получает другой окрас. То есть люди понимают, что и от их участия, от их непосредственного работы в своем дворе, в своем районе, очень многое зависит. Иногда человек стесняется собственной активности. Ему кажется, может быть, что это несовременно. А на самом деле, когда возникают вот такие праздники, фестивали, общения, уже и инициатива кажется, что она правильная, важная и уважаемая. Такие встречи с жителями в Ленинском районе Самары будут проходить до начала осени. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня на некоторых улицах Самары будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети. С восьми вечера среды и до восьми вечера первого августа будет полностью закрыт участок по улице Ставропольская в границах пересечения с улицей Ямайская. Девятый автобусный маршрут будет курсировать в объезд по улицам Ставропольская, Каховская, проспекта Юных Пионеров, Ташкентскому переулку и далее по своему маршруту. Работа трамвайных маршрутов не изменится. Также до 1 августа будет закрыто движение по улице Партизанская в районе дома номер 246. В крутых ключах около торгового центра «Мега» горел автомобиль «Лада Приора». Он загорелся прямо во время движения. Столб черного дыма виднелся издалека. На место возгорания автомобиля выехала пожарная бригада. Огонь был потушен, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Сегодня ночью в Красноглинском районе столкнулись два мотоцикла и легковой автомобиль. Пострадали шесть человек. Двое мужчин на мотоциклах «Сузуки» двигались параллельно по улице Сергея Лозо в направлении улицы Нагина. Они не уступили дорогу автомобилю, у которого было преимущество, и столкнулись с Рено. В результате оба мотоциклиста, их пассажирки, а также водитель и 17-летняя пассажирка Рено получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу. Кенельский районный суд вынес приговор директору ООО «Партнер». Его признали виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. В сентябре 2015 года вагонное ремонтное депо «Кенеля» сдало на хранение фирме подсудимого 70 колесных и 75 боковых рам. Руководитель ООО «Партнер» сдал запчасти в металлолом и получил более 600 тысяч рублей. У подсудимого двое несовершеннолетних детей, поэтому суд назначил ему условное наказание сроком два года, а также выплату компенсации похищенного имущества. В Самарский университет поступают абитуриенты с высокими баллами. Девять абитуриентов набрали выше 300 баллов. Помимо результатов на ЕГЭ, у них дополнительные баллы за медаль и личные достижения. Четверть абитуриентов – медалисты. Из общего числа поступающих 17 победителей Олимпиад будут зачислены и вовсе без вступительных испытаний. Для 22 абитуриентов участие в Олимпиадах дало возможность приравнять результаты одного из своих экзаменов к 100 баллам. Сегодня стать студентами Объединенного Самарского университета планируют свыше 6,5 тысяч человек. Самара готовится масштабно и красочно отметить День военно-морского флота. 31 июля на набережной у Ладии состоится реконструкция исторического сражения времен Великой Отечественной войны, парад военных судов и другие памятные мероприятия. Будет задействовано более 150 участников. Организаторы приглашают на праздник всех самарцев и гостей города. На месте действия прошло организационное совещание. Наш корреспондент узнавал особенности нынешнего праздника под Андреевским флагом. А керманский десант на берегу Волги и реконструкция исторического сражения Великой Отечественной войны пройдет в Самаре в день военно-морского флота. Место действия, набережную у Ладии, организаторы приглашают в зрители всех, кому не безразлична история страны. В этом году ВМФ России отмечает 320-летие. В честь круглой даты и торжества пройдут масштабные. Военную операцию августа 44-го восстановит более 150 человек плюс мощный арсенал техники. Будет принимать участие в данном случае и пехота, и морская пехота, она исторически принимала участие. Соответственно, моряки, автомобильные войска, бронетехника будет. Ну, время-то, что в это подразделение тоже будут принимать участие. Минометчики, артиллеристы. Будет специальная сцена. Борцы приезжают из Сызрани. Они хорошие группы подготовлены именно специально для военных баталий. Они будут работать с холодным оружием, с легким стрелковым оружием. Для участия в торжествах под Андреевским флагом приедут военные из Тольятти, Ульяновска, Димитровграда, Саратова, Волгограда и Алматы. Гостей будет не менее 70 человек. Посмотреть будет на что. Имитация боя, холостые выстрелы, взрывы на песке. Придет бронекатер 43-го года. Все действие будет продолжаться около часа и важная часть парад военных судов. Мы сегодня располагаем судами ЦСКА ВВС. Они примут участие в этом параде. Семь судов, расцвеченные вымпелами. Решается вопрос, чтобы и суда МЧС находились здесь. И, конечно же, мы приветствуем всех, кто поднимет флаги на своих катерах, моторных лодках и будет стоять здесь и наблюдать с воды. В прошлом году в день ВМФ на набережной собрались более 12 тысяч человек. В этом году ожидают больше, учитывая, что дата круглая. И мероприятие будет более зрелищным. Кроме того, с 1 июля организации ветеранов флоты и военнослужащие запаса объединились в ассоциацию. Праздник будет проходить более организованно. Это значит, что не будет пьяных гулянок, купания в фонтанах и проходимцев без козырках. Вот если мы возьмем 5 лет назад, что это был за праздник? Это были пьяные, которые ходили по набережной, ну, были ситуации с купанием фонтанов. За 4 года, которые проходит этот праздник, при поддержке правительства Самарской области, лично Николая Ивановича Меркушкина, этот праздник вышел на новый абсолютный уровень. Но, несмотря на это, повторюсь, что существуют индивидуумы, ну, конкретно депутаты, без козырки у меня есть, и знакомые, которые постоянно пытаются перетянуть одеяло на себя со словами, что вот это мы, это мы, это мы. На самом деле, ребята, которые служат на флоте, они этот праздник чтят, никогда не выпячивают себя вперед. И не менее важная воспитательная составляющая праздника среди приглашенных – воспитанники детских военно-патриотических клубов. Мероприятие пройдет 31 июля, а уже в августе еще один праздник и тоже реконструкция в честь Дня воздушно-десантных войск. Ожидается, что в торжествах примет участие командующий войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. Сергей Кизоркин, Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Новости спорта в эфире, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Это сегодня саратовец Евгений Гавриленко – один из сильнейших людей России. А 10 лет назад деревенский парень приехал погостить в город и случайно попал на турнир по силовому экстриму в качестве зрителя. В перерыве ведущий предложил всем желающим попробовать сделать одно из упражнений. Евгений попробовал – получилось. Ведь многие спортивных испытаний он делал в повседневной деревенской жизни. Ту же воду наносить, да, ведрами долго носить. Я брал фляги, это на самом деле есть 60-литровые, там, в каждую руку, она неудобная. И с ними, скажем, мы натаскивал воду. Что-то протянуть. Я с 9 лет с отцом работал на комбайне, на большом руке. Такая техника, там те же колеса. Для меня это, скажем, более-менее привычное такое дело. Армейский жим, перенос коромысла, домкрат, походка фермера, тяга автомобиля и кантование шин. Программа соревнований Кубка Самарской области по силовому экстриму. Вообще упражнений в этом виде спорта около 80 на турнире, их порядка 5-6. Рабочие веса начинаются обычно от 100 килограммов и заканчиваются тонной. Снаряды нестандартные, их нигде не купишь. Поэтому, в принципе, чаще всего пользуются тем, что сделали. Но в основном и делают те, которые наиболее зрелищные снаряды. Есть вот колонны, аполлоны, когда люди держат в стороны два таких столба гигантских. А у одного парня есть крусель конана. То есть берется такая штука, там точка опоры, и как стрелку носит ее тоже гигантский вес. На турнирах силачей весовая категория всего лишь одна, абсолютная. Поднял больше, удержал дольше, пронес быстрее. Значит, набрал зачетные очки. По сумме баллов определяется чемпион. Но победить здесь не так-то просто. На турнирах выступают в основном одни и те же атлеты. Каждый знает, кто из соперников на что способен. Поэтому среди равных побеждает тот, у кого не мышцы, а сила воли крепче. Силовой экстрим – это вообще такой вид спорта неравных условий. То есть если ты 100 килограмм весишь и сравниваешься со 150 килограммовыми атлетами, это вполне нормально для стронгмена. В Тольятти за места на пьедестале почеты и призовые деньги мерили силушкой 11 богатырей из разных городов России. Кубок выиграл саратовец Евгений Гавриленко. Перед последним испытанием кантованием колес он далеко оторвался от соперников по набранным очкам. И в упражнении он установил рекорд дня – 6 переворотов колеса за 19 секунд. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...